Здорово всем! Сегодня поговорим о мотоцикле Yamaha TDM 900 Пробег 98600 километров 2007 год выпуска Я его приобрел в 2012 году В городе Самара Это был февраль Ездил за ним в феврале на Газели Цена его была тогда 180 тысяч рублей Пробег был 5000 километров Абсолютно новый Одна царапинка была на глушителе Смотрим мотоцикл этот Какие были поездки на этом мотоцикле? Самая дальняя поездка была в 2013 год Это Казахстан Тогда общий километраж вышел 8500 километров Это города были Екатеринбург, Челябинск, Орск Актюбинск Потом полигом Эмба Шалкар, Аральск, Байконур, Казаларды, Тургестан, Чемкент, Тарас, Алма-Ата Резерс, Балхашка, Араганда, Астана, Катчетав, Петропавловск Ну и все Камецк-Уральский Курган, Камецк-Уральский Екатеринбург 8500 километров И значит поездка в 2013 году Была в конце сентября Когда я уезжал из Казахстана Ночью были даже заморозки Вот так да Еще поездка была из необычных Это через Аркалык на Балхаш Аркалык, да Дорога значит Аркалык-Жесказган Там около 200 с чем-то километров Она, ни машин, никого там нет Саранча бегает по дороге Никого, ни людей, ни населенных пунктов Там один, по-моему, попадается Все, дорога полностью брошена Я проехал на этом мотоцикле Эту дорогу Выехал на Жесказган Потом там еще по всяким проселочным По степным дорогам И выехал на трассу Караганда-Балхаш И доехал до Балхаша 2015 год Поездка была запланирована до Душанбе Через Памирский тракт Но не доезжая Хорога Там было селья И я развернулся обратно домой Тогда был общий километраж 8400 километров Вот на сторону 4200 было До точки там селья было у Хорога Но зато я посетил в той поездке 2015 года Акбайтал Гора Акбайтал Перевал Памирский тракт 4655 метров Это была обалденная поездка Да Конец сентября 2015 года Была поездка На Форт Шевченко Немножко не доезжая Форта Шевченко На этом мотоцикле Километраж там не помню Какой привез 5 555 с небольшим 1000 километров Привез 12 метраж В той поездке Тоже на этом мотоцикле Мотоцикл очень боевой И 2016 год Поездка Грузия Азербайджан 6846 километров Через Моздок Чеченскую республику Проезжал вот на этом мотоцикле Да Вот так И после 2016 года Вот он не эксплуатировался 2017 год Он не ездил вообще Стоял в гараже И сейчас вот начался 2018 год Я на нем опять стал ездить Пока далеко никуда не ездил Но по крайней мере Тут где-то чуть-чуть По окрестностям Так сказать Екатеринбурга Немножко по области Начал на нем кататься опять Этот мотоцикл у меня Ни разу не падал Крыло вот только менял Вот почему поменял Крыло поменял только сегодня Оно у меня давно уже Два года лежало в гараже Поменял потому что На старых фотографиях Если будете смотреть Там брызговик у меня был Резиновый сильный И на одном из лежачих полицейских Когда я наехал Удар был сильный Там резина была жесткая И его сломало Вот в этой части Крыло поменено Да Единственное Наклейки я переклеил Да Казахстан Вот у меня Потому что Казахстан я люблю Был во всех городах Казахстана Вот Единственное Наклейку не смог перенести Здесь было написано ABS Этот мотоцикл Системой ABS Вот Что я на него доставил Доставил я вот эти Слайдеров не было Дугов Дугов не было Двигатель законтренный Масло меняю своевременно 10 тысяч километров Пробега После 10 тысяч Пробега Литраж у него Представляете 4 литра Масла В этом мотоцикле Заливается Как в машине Глушители Вот эти Неродные Я заказывал С ebay Их Да Вот так Неродные Звук Очень приятный Мощный Идет Значит Кофры Боковые Да Так Этот багажник Уже не помню Он 30 или 35 литров Вот такая площадка Сделана Она сделана Самодельно Потому что Вот эта площадка Она не для этого Типа крепления Здесь мощные Лампочки стоят Сто диоды Современные Три в одном Очень сильно Красным светит Лампу заднюю Вообще никогда Не менял Переднюю Менял Да Перегорали Это дополнительное Крепление Чтобы не вело Раму Так Да Ну вот эта площадка В общем самодельная Сделан Переходной Механизм Там очень сложный Плюс Поддерживающиеся Еще болты От этой Площадки Поддерживают Их И нагрузка 50% Идет На вот этот Багажник Родной Железный И 50% Примерно Идет На нижнюю Раму А На кофре Установлено Вот такой Багажник Но здесь Для легких Грузов Здесь я вожу Обычно Коврик Палатку Там Ну в основном Только коврик Вот так Да Наклейка Это кстати У меня С последней поездки Из Грузии Заехал в магазин Купить Газировки Попить И мне человек Подарил Такую наклейку Говорит Я всем Мотоциклистам Даю Но вот я Сразу же Их наклеил Да Вот здесь У нас Находится Датчик АБС Вот датчик АБС Заднего Колеса И вот датчик Задний Пристоп При Если нажимаешь на стоп Чтобы он не горел И вот Такой еще есть выключатель Он включает Принудительно Вентилятор охлаждения Вот Слушаем Вот так Да Для чего это нужно Я столкнулся С этой проблемой Когда ездил Арковый Джисказган По этой дороге Дорога очень плохая Температура За 40 градусов Была А скорость Маленькая 30 км в час Примерно И вот Уровень Показания температуры В охлаждающей жидкости Всегда практически Был в красном секторе Доходит до красного сектора Начинает кипеть Жидкость И она начинает По одной По две капельки На ходу Выходить Из решительного бака Я потом Когда приехал на Балхаш В этой поездке И удивился Что у меня практически Пустой радиатор был Ну решительный бак В смысле пустой был Там в радиаторе Еще что-то было И проблему эту Решил Что датчик Срабатывает Слишком поздно На включение вентилятора Пронедительного охлаждения Поэтому я сделал Вот этот выключатель Который Я сам включаю Смотрю Когда доходит Ближе к красному сектору Я сам Пронедительно Включаю вентилятор Он Дает у нас Спад Температура Температура Охлаждающей жидкости Самая быстрая поездка На этом мотоцикле Была 17 часов 30 минут Балхаш Екатеринбург 1758 километров За 17 часов 30 минут Тогда была скорость У меня Не менее 140 Везде шел А участок Астана Боровое Получается Там Где-то 250 километров В этот участок Там я шел 180 километров в час И расстояние Повторюсь 1758 километров Я покрыл За 17 часов 30 минут Учитывая Что я один час Еще Из этих 17 часов Потратил На Прохождение Таможни Вот А самая максимальная Скорость Его Которую я развивал Это 211 километров в час Но там машина впереди Мне промешала Я уже притормозил Так вообще По роликам Он ездит До 240 километров в час Но это когда За 200 уже Блин, ребята Это страшно Вообще По трассе еду Ну 120 Не больше 120-110 Расход топлива У него такой Примерный пятачок Ну 5-5,5 Но вот 20 литров бака Хватает на 400 километров Если едешь Эти 110 километров в час Если ехать Ну 85 Пробовал едешь Да 85-90 В таком цикле По трассе Ну 450 Можно протянуть Бензин 92 Да И представляете Эти вот Все 4 ключа От этого мотоцикла Это ключ зажигания Это ключ открывания бака Вот Это ключ от Центрального кофра И вот этот ключ От боковых Двух кофров Да Сейчас посмотрим Что находится у него Под сидением Вот аккумуляторная батарея Здесь я поставил Фильтр по напряжению Фильтрует напряжение С генератора Блок сигнализации Но я не знаю Зачем его поставил Он вообще не используется Здесь выключатель Включает напряжение Показывает Сейчас бортовой сети Ну здесь предохранители Запасные У меня Надо кстати доложить Я в дороге пару менял В дальнюю поездку Поеду за меню И побольше еще положу Предохранителей Ну здесь Свечи там Запасные лежат Здесь у него Предохранитель АБС Пусковое устройство Два предохранителя Главный предохранитель Стоит Система опрокидывания Если мотоцикл опрокидывается На бок ложем При включен двигатель Он отключается И блок Вот это блок Главный блок Предохранителей Один предохранитель Здесь кстати Запасной на 10 А Они здесь в основном Все на 10 Три предохранителя на 20 А остальные Вот 5 штук Они на 10 А Один запасной Ну тут бачок Для тормозной жидкости Заднего колеса А это бачок Для тормозной жидкости И переднего колеса А это экстренное Глушение двигателя Здесь ручка есть В аварийной остановке Все 4 габарита Будет мигать Как у машины Это дальний свет Поморгать Ну дудилка Поворотники Запуск двигателя Ключа нету Этот стадиот Мигает Он через 2 дня Если его не трогать Ключ То он через 2 дня Погаснет Когда АБС Значит Не готова к работе Это бывает Когда долго едешь По граве То вот эта лампочка Начинает мигать Но при этом АБС еще работает Если она просто Загорается И долго горит То АБС уже не работает Смотрим Смотрим Как он заводится Путкаем двигатель Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...